приветствую и снова я и каждый день в общем так вообще два слова чисто о бритвах и все остальное легкий ликбез потому что меня прям затюкали со вчерашнего вечера и по сегодняшний вот прям вот момент прям вот под данный момент даже меня просто тюкают вопросы в принципе одними тем же также сейчас по поводу обслуживания бритв там домашних условиях ладно поехали заточились все бритвы на отлично то есть все рабочий вариант он за . если там видно будет вот еще раз понимаю что тест на волосы это конечно для гуру лучше бритву принципе проверять дотрагиваясь острием до волос на руке и но если у вас есть нет уже тут кончились принципе и не прижимая кожи то есть не касаясь кожи а около кожи пробуйте просто касаться волос они должны отлетать это вообще здорово здорово прям значит это так вот для частного пользования не кого-то для заточников вообще никакой информации не будет заточники сами знают что делают есть такие заточники которые затачивают так что я просто сторонки курю бамбук вот так вот вот так вот лучше всего так вот сказать поддались заточки вот эти две бритвы в акриле так лучше всего то есть там как-то махом раз-раз-раз готова раз-раз готова а с этими так повозился туда-сюда но все же да заодно заточил вот эту бритвку какая там номер 10 у меня номер 10 шаха 15 сталь ну просто заточил чтобы еще чтобы это ну как бы просто была заточена да и все тонкий лепесточку не потереть надо еще тонкий звонкий прозрачный как говорится вот так вот ну ка может попробуем может увидит тут счет вот это вот тот самый вариант у которого вот оправа такая все-таки выглядит как бы громоздко отношению с лезвием но не настолько чтобы критично было кому не критично то вот кстати вот эта моделька вот то есть того с той же как бы серии что лесим можно назвать еще серий самая раскупаемая была вот она по 1 или 2 там осталось всего лишь самый рабочий вариант но они почему-то лежат никому не нужны ну правильно что там видите да на картинку видите на картинке не поймешь какая она на самом деле но многие уже променяли свои шикарные импортные варианты вот то такие я вскал недорогие так что вот да вчера я как-то изыкнулся по поводу первого покупателя ну слово держу то есть первому покупателю скидку какую скидку да такую скидку то есть они принципе стоят где-то там 20 с копейками если на скидку я точно на калькуляторе еще не не собирал это все то есть по мелочам в одно не складывал сумму но скидочка будет просто для поддержания движения вот тут в мастерской вот я верну какие-то деньги а вы срубите скидочку ладно по поводу обслуживания до сегодня было уже два звонка вот сейчас вот полчаса назад уже второй был звонок обратиться было привести бритвочку бритвочку в порядок заточить я конечно отказываю не жалко людей но им отказываю потому что не вот этого хватает если не весь день фигачусь с этими бритвами прямо уже если еще сейчас что-нибудь взял бы ну конечно я сделал но просто и не знаю ну ладно тяжело отложил бы на другой раз да но я знаю что есть заточники намного лучше меня намного и поэтому я прям так и говорю по телефону что есть заточники получше меня и поэтому обратились туда-сюда но приходится их кидать в никуда и чтобы этого не происходило давайте так я наверно все таки отберу там хотя бы троечку таких вот супер заточников просто вот вообще за которых не будет никогда стыдно может даже это вы подскажете то есть я принципе знаю таких заточников у меня точно три-четыре таких человек наберется наверно может даже хватит буду к ним отправлять сам я могу таку тоже браться могу да как бы цикалы мить затрачивать но что моя за . и что их за . это конечно да они с бритвкой с одной возятся возятся там ее вылизывают вылизывают а мне надо отделаться как говорится сделать хорошо что все было но и двинуться дальше дальше что по борду но у меня борт не презентабельный чтобы показывать такая хрень это вообще кусок китайского ремня но это в китае покупать ремень я вообще не советую потому что они там даже такое ощущение что они отбирают такого для алиэкспресс на россию давайте давайте в сторону от нормальные вот похуже им похуже вот примерно так там происходит но это случайно у них так вот проглядели и нормально сунули но борт должен быть шишавым ремнем не с гладким шишавая страна просит всегда у именно у борда очень много зелени вот видите сколько и тут это паста гои это паста гои вот такой вот немецкая продается вот я от нее вот там среднее там зерно ли на финиш лучше даже там если будет описано вот в борду вообще любит пасту чем больше ее на борде тем лучше вот так вот но все равно ремень работает быстрее как ни крути это просто как бы для удобства там мало ли что можно на нем выгладить такое зеркало что на ремне такое даже и не снилось но все упирается во времени вот дальше да без пастами все имел часто гость пасты без пасты с пасты без пасты как надо ну это ваше дело столько учителей в интернете поэтому чем нет мои слова ни о чем просто как по мне я знаю что до ремень без пасты работает но долго с пасты он работает быстро это вот сравнение примеру от вас лодка двигатель винт внизу да даете газу то есть лодка понеслась это как вот так вот так вот так же с пастой работает если у вас у винта примеру там нет пару лопастей и то вы вроде бы как-то двигаетесь но как-то прям уж очень медленно прям тошно вот так вот вот это тоже самое для чего вообще сделана паста ну и все как бы если у вас бритва даже где-то там где-то шаркнутой примеру то паст опять же ее сделайте и полировку и как бы она еще восстанавливающий эффект имеет вот но это опять же не для заточников и для гуру информации а для частных лиц а давайте сейчас покажу тормознусь или не надо подождете меня сейчас я подготовлюсь подготовлюсь я как а во блин такая дрань ну ладно просто угробленные давно уже этот ну ведь зато улыбка есть какая-то да вот и мы уже даже не подрезаем уже даже не смогает на это не хватает вот спрашивают например почему вот сегодня даже кстати было на электром нет 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 в ю тубе вопрос почему обратная улыбка происходит два ответа по этому поводу то есть если у вас его имеется улыбка на бритве то вы должны таскать ее например с пяточки до носика блин как перед камерой это неудобно с пяточки начинаете и вот когда так тащите вот так на носик тогда обратной улыбки не будет никогда если у вас где тут еще угробленный клинок вот вот пример нет улыбки прямая и вы просто таким вот легким прижимом просто чтобы она плотно прилегала и будете вот так вот сдвигать ее таскать то тоже никакой обратной улыбки не будет но она появится если вы будете вдруг вот делать какой-то прижим вот именно не по всей плоскости а чуть-чуть ну край чуть-чуть не так вот как я вам показываю просто чтобы наглядно было а вот вы тащите а у вас нажим не равномерный не по всей вот этой вот ширине и в ширине лезвия а больше на какой-то пример вот на этот вот уголок или этот уголок да обратная улыбка вам обеспечена со временем но опять же зависит от стали если сталь мягкая то она у вас через полгода уже образуется если стали вот твердые примерно вот даже как вот у этой вот убитой то обратная улыбка образуется там ну лет через пять если будете прям так уверенно ее прижимать вот так примерно на край там или вот например улыбку вы будете не прокатывать с края на край а будете просто по плоскости катать просто ровно конечно да ну вот как бы все дальше мои движения если не стараюсь коротко это вот эти вот варианты начинаю производить одна из них моя поэтому всего бритвочек будет раз два три четыре пять шесть штук шестая моя пять для вас следующие мои действия это ну это вот так вот все это выглядит если пример в заготовке вот так вот а вот так вот ну это не смотрите это я просто пробным такие варианты делал я писал чтобы не забыть вот и вот эта моделька то есть это вот та же самая моделька которую давно уже хочу опять производить вот она и опять хочу производить эту модельку и опять ее производить много но заготовки у меня пока только из моностали в основном это у 8а пакет на ководы вот и как бы когда это уже произойдет не знаю потому что надо вот эти сначала сделать будет а потом уже за них возьмут потому что на сайте мне реально там ну жидкать полный вот я захотел бы сейчас что-то себе выбрать и был бы даже мне тяжело это сделать ну может просто мне так кажется но это так есть ну и все вроде бы но таких же вот опять же я вот из дамаска все-таки еще хочу завести дамаска для них будут заготавливать штук 20 вот поэтому чтобы движуха какая-то была если кто-то задумал что-то примерно даже там приобрести а просто там допустим с деньгами какие-то проблемы что-то еще какие-то думки не думки спрашивайте говорите сделаю скидки вот всем кто там мне в подписках там знакомым кто там что там все скину конечно о чем говорить потому что там все равно сейчас на эти вот вещи мне придется слегка подзавысить цену потому что я крепко устраиваюсь потыкач тем кто продает мои клины за границей они постоянно ругают меня за это вот мне приходится хоть немножко как подздирать что пока временно они меня не тюкли этим моментом и вот так вот так что не смотрите вот этот ценник увидали глаза закрыли обратились ко мне поговорили все порешали вопрос решим то есть ценник это для того чтобы меня не тюкли за минимальную стоимость для того чтобы как бы для кого-то кого-то там то есть но не для вас с кем я вот общаюсь каждый день и вы меня терпите вот поэтому все будет окей как говорится да и вот что еще пару слов забыл сказать сначала мне просто идею такую подержали вот такие ремешки вот тут по тысячу с копейками на сайте уже подготовлены к правке хоть с пастой хоть без нее сзади не рабочая страна сразу говорю вот тут еще клеймы от завода остались кожевинного а одна страна вот видите да легкий легкий бархат вот то есть я его сам подготавливаю до такого момента вот 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 такие варианты пока три штуки они все чуть-чуть разной длины так что буду писать округленно сейчас вот два три конца сложу вместе посмотрю вот видите два вот такой длинный один вот такой удлиненный вот как то так сегодня постараюсь выложить на сайте будут наличие так что кому интересно кто не хочет там вообще тратиться на дорогой ремешок кто не хочет может пока то есть попробовать просто интересно мало ли там сколько каких вариантов может быть может просто вот на фоне последних событий кто-то попался и приобрел картонный ремень вот так что пожалуйста нет проблем вот вывешу на сайт посмотрю если там вот будет реально не на словах будет будет пользоваться спросом то пожалуйста нет проблем я если вообще прям будет спрос могу там и желтую эту кожу не помню чай вот это коровье черное да вообще без проблем все будет с этими такими вот ремнями с упрощенными то есть у которых просто вот здесь вот отверстие а сзади просто вот вот так вот держать вот таким хватом и не будет спроса тоже неплохо вот эти ремешки останутся у меня все ну уж это уж извините что еще вас потревожу считаете пять штук еще на вертушке крутанется вот будет еще пять видео таких вот все а так все спасибо пока